МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздничная тема. На прошлой неделе праздновался День независимости Украины. Как он проходил в рубежном? День государственного флага и День независимости у нас прошел весьма скромно. Было два автопробега. Активно приняли участие жители города, несмотря на то, что не было специальной подготовки. То есть люди в оговоренное время в фейсбуке встретились все на площади и проехали по городу. Что касается действий со стороны местных органов власти, они не принимали участие в организации этого. Но на День независимости... Ничего не было. Что касается автопробега и вот такого рода действий, никакого участия они в этом не принимали. Что касается Дня независимости, то на площади прошел праздник. Местные танцевальные коллективы, работники Дворца культуры приняли участие. Я считаю, что прошел для нашего города относительно нормальном уровне, но весьма скромно. Очень много жителей города-рубежного поехали в Северодонецк, потому что здесь были звезды. Поэтому основной праздник так получилось, что перенес сюда у тех, у кого была возможность прибыть в Северодонецк и здесь его провести. А так в городе, в самом городе, как такого праздника, я бы не сказал, что было видно, вечером, в вечернее время на площади, там состоялся концерт. А не было видно, потому что не сделали или была какая-то подготовка, но ее просто не осуществили? Ну обычно, когда проходит праздник, он проходит в разных частях города. В сквере одно мероприятие, где-то выставка собак, где-то, значит, какие-то художественные коллективы выступают, где-то проходит, значит, там рисунки дети свои выставляют и так далее. То есть вот в таком объеме работа не была проведена по всему городу. Сконцентрировались на центральной площади возле здания городского совета на сцене Дворца культуры. Все, состоялись праздничные мероприятия. Переходя к другой теме, через несколько дней состоится очередная сессия городского совета. Какие решения будут вынесены на нее? Очень много вопросов, связанных с арендой, землей. И основные вопросы, которые выносятся на сессию городского совета, это те, которые заинтересовали меня. Это передача в заем здания общежития по улице Мира, которые делались за средства бюджета, не местного, а государственного бюджета. В рамках программы «Восстановление жилья для беженцев». И мы его сейчас передаем в медуниверситет. Ну, конечно, в медуниверситете тоже преподаватели, они своего рода беженцы, и они должны получить там жилье вместе со всеми. Ну, в общем, на мой взгляд, в этом отношении должен был быть сделан следующий порядок. Управление ЖКХ подают люди заявления беженцы, те, которые желают получить жилье, и не смогли здесь снять его, или не имеют средств для того, чтобы снять. Должна была быть реализована определенная очередь, и в рамках этой очереди распределены квартиры, так сказать, или комнаты в данном общежитии. Городской голова идет совершенно по другому пути, в разрез к действующему законодательству, и пытается передать его медуниверситету и студентам, подчеркиваю, которые там проходят обучение на платной основе. В городе есть гостиница, в городе на платной основе с жильем нет никаких проблем. Для того, чтобы его получить, я не слышал о проблемах студентов медуниверситета найти жилье в рубежном. Поэтому данный шаг направлен на то, чтобы лишить фактически самых нуждающихся, нуждающихся категорию граждан, лишить их возможности устроиться в нашем городе и обеспечить себя жильем. То есть, для общежития, именно для общежития, для студентов, которые на платной основе, не для переселенцев студентов? Ну, я затрудняюсь сказать, наверное, для всех. Но те, которые являются переселенцами, они опять-таки, любой переселенец, это общежитие строится для переселенцев. Он, как переселенец, мог бы там поселиться. Это не нужно передавать его медуниверситету, чтобы они управляли этим процессом. Это городское здание. Неужели городской совет не может сформировать очередь и распределить комнаты в данном общежитии? Я думаю, что и сил, и средств было более чем достаточно. А мы от этого процесса самоустраняемся, неужели беженцев лучше расселит медуниверситет? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Поэтому я считаю, что это решение опрометчивое. Конечно же, преподаватели, подчеркиваю, студенты, которые являются беженцами, должны иметь на льготной основе возможность поселиться в данном учреждении. Но этим должны заниматься городские власти, они самоустранятся и кому-то передавать такой важный социально значимый объект, который был отремонтирован, подчеркиваю, в рамках программы восстановления жилья для беженцев. А теперь мы передаем его медуниверситету. Это, наверное, совершенно другая программа должна была быть. То есть это было жилье, которое целенаправленно для переселенцев было отремонтировано? Совершенно верно. На очередной раз. Вот у меня вопрос. Кто проявил такую инициативу? Жители города подняли этот вопрос, которые избирали городского голову Хортьева Сергея Ивановича. Вот они думали просто, ломали голову, не могли найти себе покоя, кому бы передать. Вот это общежитие мешало, оно под ногами путалось. Или как? Откуда рождаются такие идеи лишиться очередного объекта? Там станция юных техников. Сначала сдали в аренду, там было предприятие, его разорило, эту станцию юных техников. Станцию юных техников загнали в полуподвальное помещение в третью школу. А теперь это помещение передают пенсионному фонду. Пенсионный фонд находится уже в арендованном. И он нам очень нужен в центральной части города. И кто принимает решение вынести такие учреждения, как пенсионный фонд или БТИ на окраину? Мне непонятно, где и кем рождаются эти идеи. Все должно быть сконцентрировано. У нас очень компактный город. И все должно быть сконцентрировано в центральной части города, в равной удаленности. Для того, чтобы людям при оформлении тех же пенсий, спадчины и так далее, было очень удобно из одной организации в другую маневрировать. А вообще для этого нужно достаточно кабинетов в органах местного самоправления, чтобы всех разместить. Есть и пустые кабинеты на сегодняшний день. Поэтому тот же пенсионный фонд можно было перенести в здание городского совета. И очень удобно людям было бы, чем же переселенцам, которые занимаются, сейчас прописка занимается, центр административных услуг. Вот они могли бы тут же и идти в пенсионный фонд. Но, наверное, этих людей не хотят видеть. Они кому-то мешают. Также рекомендую, что переселенцы, должен быть какой-то список. Сейчас в городе не ведется учет переселенцев, которым нужно жилье, которые нуждаются в том, чтобы им сняли какое-то жилье или предоставили комнаты, квартиры? Ну, раз построенное, восстановленное общежитие специально для переселенцев отдают мед.университету, я недоумеваю, просто каким образом ведется этот учет. Я приглашаю всех переселенцев, которые проживают в нашем городе и нуждаются в жилье. Я приглашаю их 31 числа 30 дня на сессию Рубежанского городского совета. Вот обязательно прийти и заявить о своих правах, потому что для вас государство восстановило здание, для вас государство построило вот это общежитие практически заново, которое было занедбано местными органами самоправления. А теперь местные органы самоправления отдают ее другому учреждению, например, мед.университету. Естественно, там не смогут расселиться все желающие переселенцы. Я не слышал, вот в прессе не была опубликована какая-то очередь переселенцев. Конечно, есть там зарегистрированные переселенцы, было 5 тысяч, сейчас, наверное, больше. Это те люди, которые приехали сюда оформить пенсию, и они здесь не проживают, в большей части на постоянной основе. А есть люди, которые сюда приехали и все, не могут вернуться ни в Луганск, ни Стаханов, ни Алчевск. И они нуждаются в том, чтобы мы им предоставили здесь жилье. А может быть и та часть населения, которая сейчас мигрирует и фактически финансирует боевиков, находясь на территории Луганска, получив здесь пенсию. Они бы, может быть, здесь, если бы им дали какой-то уголок и проживали. Ну, фактически, вот такие действия городского главы продолжают стимулировать, на мой взгляд, коллаборационистские настроения у населения оккупированных территорий. Забота о гражданах только она может изменить мнение. И уже не первый раз на сессии присутствуют люди, присутствуют граждане города рубежного, и уже не первый раз сессия проходит на немножко таких повышенных тонах. Сессия, которая будет через несколько дней, будет как-то иначе проходить? Если бы городской голова или его, я не знаю, какие органы власти могут его понудить работать по закону. Ну, для кого не секрет, что Конституция в полном объеме у нас в государстве и в нашем населенном пункте в полном объеме не работает. Бесплатная медицина, здравоохранение, с этих норм уже люди просто фактически смеются, потому что они на 90% не работают. Но законы, они работают. И за законами стоят силовые структуры, за законами стоит суд и целая свора чиновников. Но городской голова города рубежного пытается показать и навязать мнение жителям города, что в городе работают не законы, а его личная, устная, подчеркиваю, даже не письменная, а устная воля. Как проходит сессия городского совета? Куда смотрит прокуратура? Когда выбирается в начале сессии секретариат, который должен заниматься подсчетом голосов, и где находится этот секретариат? Он сидит вместе с депутатами в зале. Кто-то из секретариата ведет подсчет голосов, конечно, никто не ведет. И в них росписи нет на результаты голосования. И это вот практически, ну, уже у нас в ноябре будет как год. Работает вот этот новый совет, новый городской голова, исполнительные органы власти. А до сих пор они научились вести элементарный процесс, это сессию городского совета. Что и порождает конфликты. Потому что если бы в секретариате были независимые депутаты, которые избираются, каждую сессию по закону это предусмотрено. Они не у нас избираются, только они не принимают участие. Их никто не допускает в президиум, чтобы они вели подсчет голосов. А это доказательство, что их не подпускают? А это же видео. Видео снято, конечно. Подсчетом голосов занимается секретарь рубежанского городского совета Соловьев. А избирается секретариат. В результате тот же Соловьев не ставит росписи на результаты голосования. Он ставит ее потом в итоговом протоколе. А результаты голосования по каждому вопросу 19, 20, 25 голосов. Таблица соответствующая. Ее никто не визирует. И это является доказательством, собственно, как прошло голосование по каждому вопросу. Вот эти доказательства фактически являются у нас в городе недействительными по всем вопросам, которые прошли. Потому что их никто не подписывал. Ни тот же секретарь совета Соловьев, ни городской голова, ни представители секретариата. Их никто не допускает до подсчета голосов. Конечно, на этой сессии я поставлю вопрос, чтобы мы вернулись в правовое поле. То, как раз вокруг чего разражаются все конфликты. Работать в правовом поле. Не по понятиям, как хочет Сергей Иванович, а в правовом поле. Четко по закону. Голосовать. Ну, давайте будем голосовать. Или в алфавитном порядке, чтобы было понятно. То есть элементарно. У нас же голосует первый Хорти в городской голова. По каким критериям выбрано? Ну, коль на то пошло Харчук Х, тогда Х, А, тогда я должен голосовать перед ним. По каким критериям выбрана фамилия, которая должна голосовать первым? И это не просто так, чтобы задраться этот вопрос. А просто давайте упорядочим. Мы голосуем по алфавиту. Или мы голосуем с обратной стороны. Или мы голосуем сначала, как в Лисичанске, по фракциям. Оппозиционный блок, блок Петра Порошенко, Батьковщина, Самопомощь. И там в алфавитном порядке. Везде есть этот вопрос урегулирован. В нашем городе он законом урегулирован, но игнорируются все нормы права. То есть системы нет? Ни в чем нет системности. Депутатские запросы. Каким образом депутат может повлиять, особенно находясь в меньшинстве, на принимаемые решения на сессии городского совета? Первое. Он должен собрать материал, придя в здание городского совета. У нас скандальный вопрос. Кровли и средства, которые выделены на них. Вы видели, каким образом проводились работы весной этого года. Затапливала. А власть пыталась распределить подряды в этот момент между подконтрольными им фирмами. Слава Богу, принят закон. Вы коснулись темы с прозора. И что вы думаете? У нас в городе будут проводиться эти все закупки через эту систему? Это система, которая обязательно теперь для каждого города с 1 августа. Она обязательно, только сумма свыше полутора миллиона. И только после этого они будут заказывать через эту систему проводить заказ выполнения работ. В нашем же городе предлагается с 3 тысяч проводить закупки. Это игнорируется депутатами городского совета. Есть какой-то законоприятный предложение с 3 тысяч понизить пороговую сумму? Да, есть предложение понизить. И разработано положение, как это должно работать, урегулировать этот вопрос. Он игнорируется депутатами большинством. Депутатами от оппозиционного блока отклоняются. Они хотят самолично принимать вот такого рода решения. Они хотят распределять бюджетные средства, которые на сегодняшний день дало нам государство, по своим междусобойчикам. Вот и все. И другой никакой причины нет. Старая система откатов, которая возрождается в нашем городе и в геометрической прогрессии развивается. Из-за этого и дерется городской голова. Из-за этого возбуждают на него уголовные дела. За это, именно за это он и устраивает драки на сессии городского совета. Потому что, когда выносятся социально значимые вопросы, он не хочет даже, чтобы все эти материалы изучили депутаты. Чтобы не потерять контроль над ситуацией в сессионном зале. Это же легко отследить, на видео сняты все сессии. Подается депутатский запрос. Что с ним должно произойти? Его надо размножить, зачитать, раздать депутатам, чтобы депутаты ознакомились и приняли по нему решение. В сессии должно все это происходить? Конечно. А его не включают повестку дня. Его даже не включают депутатский запрос в повестку дня. И сейчас уже в результате, я считаю, так называемых захваченных средствах массовой информации, подчеркиваю, до 2010 года в прессе и после 2010 года, прошлую каденцию, в прессе высказывались у нас в наших городских газетах «Вестник», «Неделя» и «Руно» все представители политических партий. Раньше еще была такая газета «Республика.ру». Там абсолютно открытая площадка была. Сейчас все средства массовой информации закрыты с точки зрения критики местных органов самоправления. Вы не найдете за последние полугодия критических замечаний действий городских властей за исключением народного депутата. Вот народный депутат наш, ИОФ, он их критикует за несовременное проведение работ, он их критикует за закрытость, за отказ проведения конкурсов, за отказ работать с Прозоро, хотя он представитель этой же политической силы. Все остальные жители города, эта трибуна для них совершенно закрыта. На сегодняшний день на сессию городского совета выделяется очередные 80 тысяч гривен для поддержки газеты «Руно». Предусматривается одним из проектов решения. Это делается для того, чтобы полностью, фактически захватить все информационное поле в городе и заблокировать возможность выступления там оппонентов, распечатать свои проекты и решения, донести их до жителей города и чтобы те цивилизованно потребовали от властей выполнения, в первую очередь, предвыборных обещаний, во вторую очередь, принятия вот этих решений социально значимых. А речь идет, если вы позволите, речь идет о пересмотре тарифа на воду и водоотведение. Вот в Северодонецке совсем недавно приняли тариф в 12 гривен. У нас действует тариф в 18 гривен 12 копеек, хотя мы находимся примерно в одинаковом положении. Мы не один раз в нашей студии говорили об этом, но, насколько я понимаю, ситуация не сдвинулась на той точке. Ее не дают даже озвучить. Для того, чтобы создать фактический прецедент и требования от населения горячие, ее даже не дают озвучить. В каких газетах есть возможность распечатать этот проект решений для того, чтобы провести своего рода соцопрос у населения? Ни в Вестнике недели, ни в РУНО. У депутата нет возможности отобразить свою позицию. Подчеркиваю, также городской совет оплачивает действия, например, таких телерадиокомпаний, как «Акцент», насколько мне известно, они лишены лицензии, «Ирта». Почему-то там постоянно выступают представители только оппозиционного блока. Альтернативная позиция не показывает. Вот состоялась сессия, на ней были беспорядки, кто-то кого-то толкнул, кто-то с кем-то подрался, позицию высказывает руководитель фракции, городской голова. Я не понял, вы что, свои деньги платите этому телевидению? На каком основании вы закрываете площадку тем участникам вот этих вот конфликтов? Коль на то пошло, согласно журналистской этике, всегда нужно спросить у другой стороны, что произошло. Ведь я никогда не возражал, чтобы, например, вот в студии мы с вами здесь находимся, позвонили городскому главе и поинтересовались его мнением по вот этим насущным проблемам. Сегодня он находится в рабочее время городской голова на проспекте Московском, проводит по полтора-два часа ежедневно в рабочее время. Не имея никакого отношения, город не имеет никакого отношения к проведению работ на этом объекте. Это деньги, выделенные с центрального бюджета, согласно одной из программ. Там в прошлой каденции принимались решения эти. Этот созыв даже депутатский не имеет никакого отношения к этому процессу, строительству, восстановлению этой дороги. Мы даже акт приема, передачи, выполненных работ подписывать по результатам выполнения этих работ не будем, потому что там совершенно другой заказчик. Военно-гражданская администрация, заказчик работ и исполнитель работ. Они напрямую работают без местных органов самоуправления. А городская голова стоит там, красуется перед жителями, мол, он имеет отношения. Фактически вводятся люди таким образом в заблуждение. И так вот на многих объектах. Поэтому я считаю, что необходимо создавать вообще... В сложившейся ситуации у меня складывается впечатление, что нужно с главой военно-гражданской администрации разговаривать на тему создания областных коммунальных предприятий. Областной водоканал, областная теплосеть, областное дорожно-эксплуатационное предприятие. Именно это разрешит проблему и позволит взять под контроль действия городских голов, местных органов самоуправления в отношении тарифной политики разрешит эту проблему. Потому что сейчас, а если городской голова, например, он других политических взглядов вообще не поддерживает целостность Украины. Каким же образом? А он избран. И вот каким образом он будет действовать? Он будет расшатывать ситуацию. Я считаю, что именно это происходит у нас в городе посредством бездействия силовых структур. Потому что регламент за рамками действующего законодательства, ряд пунктов, это показывали прокурору Ануфриенко, который вот зампрокурора областного, он закреплен за нашим городом, значит, зампрокурора города Северодонецка, извиняюсь, он закреплен. Показывали регламент не соответствует действующему законодательству. Вы думаете, что мне говорит прокурор? Так обжалуйте его. Я не понял, а зачем у нас созданы органы прокуратуры, милиции, если жители города или депутаты должны самостоятельно обжаловать все незаконные решения, которые принял Рубежанский городской совет? Можно просто обжаловать, то есть в обход прокуратуры как-то? Можно пойти по этому пути. Так давайте тогда там у нас сотни-две таких решений нужно обжаловать. Есть государственные органы, мы его содержим за счет наших налоговых сборов. Пусть работают и контролируют работу этих структур городского совета. Законность решений, принимаемых городским советом, они проверяют. Там говорят, что много изменений внесено, забрали часть полномочий у прокуратуры. Это правда. Но законность решений, которые принимает Рубежанский городской совет, они проверяют. Каким же образом они проверяют? Когда на сайте городского совета за 20 дней вывешен один текст решения, а на сессии принимается совершенно другой. Каким же образом осуществляется эта проверка? Это является нарушением. На такой проект решения нужно его обжаловать в суде. И соответствующее письмо направлять городскому голове, чтобы он воздержался от подобных действий. Фактически то бездействие силовых структур развязывает руки городскому голове. И он занимается рукоприкладством. Три эпизода уже нападения на гражданина Баронина Владимира, где на видео очевидно видно, где он наносит ему удары по лицу. Когда я пытался ознакомиться с результатами голосования на сессии по своему депутатскому запросу, кинулся на меня, порвал рубаху. На прошлой неделе пришел к нему на прием, чтобы обсудить проект решения о пересмотре тарифа на воду и водоотведение. Со всеми документами, аргументами. Вместо того, чтобы пригласить замов и провести совещание, городской голова вышел из-за стола и в присутствии сотрудников полиции стал выталкивать меня из своего кабинета. Какие кулуарные договоренности у тебя могут быть и почему ты прячешься от депутата городского совета? Потому что сотрудники полиции были там. Совершенно верно. Сотрудники полиции, они даже не смогли правильно отреагировать в следующей ситуации. Потому что мнение совковое еще у наших людей и даже у новой полиции. У них складывается впечатление, что городской голова в здании городского совета, он может толкать, заламывать руки, выкидывать со здания жителей или депутатов. Это не так. Согласно закону о статусе депутата, в местных ссылочных радах, депутат имеет право присутствовать на всех нарадах, которые проводят местные голова. И если он проводит, а я не доверяю этому человеку, это очевидно из моих действий. Я хочу присутствовать, знать, о чем идет речь, использовать средства записи, фиксировать, ознакомливаться с протоколом, для того, чтобы конструктивно критиковать его действия, делать замечания и обжаловать их в дальнейшем. Эта возможность блокируется. И силовые структуры бездействуют. И здесь даже присутствовали непосредственно сотрудники полиции, и они не смогли оценить ситуацию. Они даже не стали между нами. Они должны были тут же вмешаться, потому что я городскому главе говорил, если вы считаете, когда я зашел к вам в кабинет, что мои действия незаконные, я вас прошу вызвать полицию, и пусть они с правовой точки зрения оценивают ситуацию. Зачем городскому голове, зачем Хорьеву нужна какая-то правовая точка зрения? Руки вперед, на то они ему и даны. Значит, раз нет головы, есть руки. Вот он пошел, толкается, швыряется, дерется. Вы говорите о бездействии правоохранных властей? Совершенно верно. Вы упоминали о том, что были дела открыты на него? Да, на него открыто. Вот это криминальное впроваджение, у меня еще неизвестно последнее нападение в кабинете. Два криминальных впроваджения за рукоприкладство открыто. Два криминальных впроваджения открыто было ранее по невыконанию, 351-я статья, невыконание законной вымоги депутата. Славаохранные органы все-таки делают свою работу? Областные, да. Городские, нет. Областный прокурор открыл впроваджение. Областной УВД занимается активно сбором информации по повесткам, вызывает сотрудников исполкома, сотрудников управления ЖКХ. Они же отказываются давать свидетельские показания. Мне известно, я ознакомился с материалами дела, отказываются свидетельские материалы дела, потому что на них оказывается давление. В городе нужно очень серьезно разбираться, потому что на сегодняшний день, на восстановление Донбасса, на программы городские выделяются колоссальные средства. Программа Прозора не работает. И я считаю, глава военно-гражданской администрации должен оказать беспрецедентное давление на городского голову и городской совет города Рубежный, для того, чтобы порог был с 3000 гривен, работать через систему Прозора, для того, чтобы не было возможности наживаться чиновникам местных органов самоуправления, для того, чтобы деньги распределялись справедливо, честно и по закону. Вот. И тогда, в принципе, в городе будет мир и порядок. На сегодняшний день идет просто растаскивание по карманам этих средств, замазывание глаз жителям города, потому что работы активно ведутся во всех направлениях сейчас. Кровли делаются, дороги делаются. Это все делается за державный кошт, за средства местного бюджета. А в местной прессе печатается, что это благодаря небожителю, городскому голове. Мы создаем новых идолов, которые не сегодня-завтра придадут эту страну. Зачем это нужно? Я прошу об одном писать правду. За чьи деньги делается, кто принимал участие, и по чьей инициативе реализуется тот или иной проект. Вот и все. Если к этому не имел отношения городской голова, он не должен упоминаться. И должна быть открытая площадка для оппонентов, которые могут донести ценную информацию до жителей города. Почему, например, отказываемся мы от одних проектов и участвуем в других. Может быть, потому что у городского головы есть цех по установке стеклопакетов. Поэтому мы занимаемся активным энергосбережением, мы устанавливаем стеклопакеты. А другие виды деятельности нас совершенно не интересуют. Может быть, с этим это связано. В этом направлении очень серьезно должны активизироваться контролирующие органы и осуществлять контроль за расходованием бюджетных средств. Областные правоохранительные органы не все-таки делают. Да, они работу проводят. Ну, вот на последней сессии еще был такой забавный, курьезный случай. Значит, депутатский запрос выносится. Городской голова его не включает в повестку дня. Я вызываю сотрудников полиции. Вот патрульная полиция, вот эта новая наша, которая еще пользуется доверием у горожан, их выгоняют с сессионного зала. А когда наступает конфликт, конфликтная ситуация, я пытаюсь ознакомиться с материалами голосования по своему депутатскому запросу и вынести, показать, какие же были результаты голосования сотрудникам полиции во время написания заявления. Тут же забегает городской отдел милиции и бросается на меня. И никакого разрешения ни у кого не спрашивают. То есть, минутой ранее городской голова выгоняет сотрудников полиции, а через уже одну минуту он бросается на людей. Может быть, он с этой целью их и выгнал. То есть, вот тут уже фактически на сессии городского совета происходит у нас своего рода театр абсурда. Действительно, там должны присутствовать сотрудники правоохранительных органов. Я склоняюсь к тому, что там должен быть какой-то прокурор независимый, ну, не Ануфриенко, который вот, я вижу, что он не защищает интересы горожан, он защищает сугубо интересы Хортьева Сергея Ивановича, который ему, наверное, пообещал квартиру или как-то устроить его жильем. Вот. Нам нужен такой представитель прокуратуры, который будет следить за законностью и фактически наведет порядок на сессии городского совета. Когда будет все работать по закону и у меньшинства достаточно возможностей и механизмов отстаивать интересы горожан. Надеемся, что следующая сессия пройдет более спокойно, и все вопросы, которые касаются жизни граждан, будут решены. Спасибо вам большое, что вы были сегодня в нашей студии. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Я хотел бы все равно пригласить жителей города на сессию Рубежанского городского совета. Она состоится 31 числа в 15 часов. Приходите, там будут подниматься жизненно важные вопросы. Никто, кроме нас, не защитит наши интересы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Я напомню нашим телезрителям, что мы сегодня говорили с депутатом Рубежанского городского совета Валерием Хорчуком. С вами была Олеся Вакулинка. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова